Привет, друзья! Я хочу вам сказать, во-первых, что всё, что я говорю, вы, пожалуйста, внимательно наблюдайте. Потому что я всегда говорю что-то интересное. Вот смотрите, красный пианист. Ну, я пианиста дорабатываю вместе с вами. Ваши советы учитываю. Там глаза мне сказали как-то прикрыть, чтобы он там прямо пел в забвении, там как бы внутри себя играл. Да, ну, а потом мне подсказали, что ты открой глаза, чтобы они были необычные, такие, как ты всегда рисуешь. Ну, я не знаю, как лучше открыть или закрыть, комменты пишите. Да, и как вам красный пианист? Может быть, надо его не красным сделать, может быть, вокруг чёрное сделать и на фоне чёрного. Вот это будет более светлое лицо. Ну, скажите мне, ну, что я хотел сегодня сказать? Есть животное реагирование, инстинктивное. Есть разумное. Вот, например, до чайника дотрагиваешься, он горячий, ты раз, и резко руку отдёрнул. Это инстинктивно. Вот инстинктивное реагирование, это... Там уже как-то определено, что бей, беги, оцепеней. Это животное реагирование. Это вот во всей эволюции развития живого до человека, который венец, так сказать, природного творения, эволюционного, на мой взгляд. Да, теперь, значит, у него разум, разумное реагирование. Человек — это хомо саппенс, хомо саппенс. А что значит хомо футурус? Это который в условиях неопределённости, в условиях неизвестности, поскольку старые шаблоны, чему он научен, могут не сработать. У него должно быть какое-то инстинктивное реагирование, но при этом не животное реагирование. Не бей, беги, оцепенеет, оцепенеет там где-нибудь, где не надо. Что же тут происходит? Инстинктивное реагирование в каждом из нас. В каждом из нас. Ну, может, кто-то считает, что у него только разумное реагирование, но это личное дело каждого, кто как считает. Ну, в принципе, мы же берём такую большую статистику общечеловеческую. Инстинктивное реагирование. Ну, когда ты не имеешь времени, допустим, обратите внимание, чем меньше времени на реакцию, чем меньше времени на размышления, тем ближе и ближе мы к инстинктивному реагированию. А чем больше времени для размышления, тем мы начинаем думать, как правильно сказать, что сказать, как написать. Да, бывает, человек инстинктивно на коммент какой-то негативный ответит какой-то там, вот, таким образом. А потом подумает, подумает, что же я делаю? И написал другой коммент, переписал. Ну, так же бывает, правда же. Вот. А что такое инстинктивное реагирование в человеке, и есть ли в нём потенциал, в этом животном реагирование, чтобы было разумное реагирование? Конечно, есть. И поэтому нужен метод-ключ. Вот смотрите, почему. Вы, наверное, все заметили, что когда у вас очень мало времени остаётся на решение какого-то вопроса, ну, вот, допустим, вам надо вот сейчас выступить, и вы замечаете, чем ближе и ближе выступление, тем меньше и меньше времени остаётся, тем больше и больше напряжения. Да. И иногда мозг наш зависает в ожидании негативного исхода ситуации. Мы начинаем нервничать, и что в этот момент инстинктивно у нас ещё происходит? Нервная дрожь у девушки, которая выступает, мандраж у спортсмена. Значит, в инстинктивном реагировании вот этот мандраж всё же в организме целесообразно устроено по природе, иначе бы человек не возник в этой эволюции, он бы давно где-то там остановился, пресёкся. Вот. Всё целесообразно. Мы итог эволюционного развития, результат. Так вот, получается, что если он дрожит, когда у него экзамен, нервничает, или, допустим, ждёт какого-то важного гостя, чем меньше времени остаётся, тем выше напряжение. Почему? Напряжение тем выше, потому что в мозге быстрее, быстрее, быстрее прокручиваются возможные варианты событий. То есть, имеется целесообразность, да? Но при этом он, когда нервничает, у него возникает вот этот вот внутри дрожание. Что такое дрожание? Это повторяемые действия попеременные. А я всегда говорил, что попеременные напряжения и расслабления снимают напряжение. Так вот, таким образом получается, что потенциал в инстинктивном реагировании есть. Просто, когда мало времени, мало времени на выдачу какого-то реагирования, оно менее разумное, оно инстинктивное. Эмоциональный мозг так работает. Значимая ситуация тоже сокращает время. Чем значительнее ситуация для вас, психология наша такая, тем больше мы нервничаем. Либо мы опускаем значимые ситуации психологически. Там есть разные приемы, я уже рассказывал и расскажу еще. Либо мы применяем, если мы дрожим в этот момент, да, позволяем себе дрожать, а не блокируем. То есть, мы делаем, называется прием «потрясись», «потрясись». То есть, если человек этот потенциал инстинктивного реагирования, повышения напряжения хочет снизить, он просто должен сделать то, что организм просит. И он сделал это и успокоился. И голова стала разумно соображать. Вот о чем я говорю. То есть, в принципе, у нас у всех есть инстинкты. То есть, это животное реагирование. Когда мало времени на реакцию, например, как я сказал, горячий чайник, ты сразу руку отдернул, это инстинктивное реагирование. А когда много времени у тебя, то ты уже разумнее соображаешь. Таким способом получается, что если ты снимаешь напряжение, ты увеличиваешь время для реакции. А если у тебя есть время для реакции, у тебя и снижается напряжение. Это обратная связь. Ну вот и всё. А теперь скажите про пианиста. До встречи.